Фильярдный клуб, смотрите, написано, справили 30-летие свое, в 89-м году открыть. Старый. Даже магазин целый есть, где все для Хэллоуина продают. Извиняюсь за грязное стекло лобовое, но что-то я думала, я из машины снимать не буду. Вот здесь уже появляются люди, здесь больше кафешек, столики на улицах стоят, потому что внутри нельзя. Двухэтажные автобусы экскурсионные, но я не знаю, как сейчас они вообще функционируют. Тут что-то столы какие-то прям на сцене. А это банк. Вот такая атмосфера на улице. Мы ищем паркинг, как всегда. Приехали вот на этот, но он закрыт, не функционирует. Смотрите, какой симпатичный домик. Сейчас узнаем, вот такой уличный паркинг почем. Один час. Парковаться можно только до шести вечера. Вот на один час можно. Улица Калифорния. Оригинально. Я тут, кстати, разбила коленку на пробежке. У меня теперь нога вот так выглядит. Всем привет. Мы тут приехали прогуляться в район Санта-Моника. Даунтаун. И хотим встретить закат на океане. Не знаю, слышали вы меня. В общем, будет закат на океане. И прогулка по даунтауну. На общественный паркинг не получилось припарковаться. Сейчас возьмем вот здесь на три часа на улице. О, Леш, а тут только до пяти? Как до пяти? А, наоборот, до пяти нельзя парковаться здесь. Подожди три минуты, он тебе сейчас не даст оплату. Он не стоит. А, до пяти утра. С трех утра до пяти утра нельзя. Да, сейчас можно. Сейчас посмотрим, сколько будет стоить это удовольствие. Четыре доллара. Так, вот, на два часа пятьдесят девять минут мы оплатили. Четыре доллара стоило. Все, пойдемте гулять. Здесь макет спасательной будки на пляже. Интересно так. Вот такая здесь атмосферка. Местами грязненькая, местами красивенькая. Местами старенькая. Есть и ухоженная, есть и заброшенная. Всякая есть. Вот так сейчас выглядят кафешки. Все вынесли столы на улицу. Причем все столы такие. Вот, разномастные. Кто что смог, так и обустроился. Потому что внутренние интерьеры уже сейчас никому не важны, потому что в них нельзя находиться. Да, сына. Вот, смотрите, вывески до сих пор эти агитирующие. Непонятно. И мы с Владюшкой тут идем. А папа с дочей впереди. Здесь уже движушка начинается. Променад. Третья улица. Санта-Моники. От океана считается. Вон там вдалеке уже виден океан. Первая улица, вторая. А это третья. Она такая тусовочная. Вот такая атмосфера. Столько людей. Везде очереди. Просто так и не попасть. Здесь стульчики специально стоят, чтобы ожидающие... Что хоть за место? А, крабс. Какие-то фотосессии. Так. Что тут есть еще? Велосипеды. Все припарковывают. Спортивный магазин. Смотрите. Заброшенная кафешечка. Смотри. Там была улица Калифорния. Здесь Аризона. А это вот третья улица. Променад. Полно странных, полно бездомных. Поэтому здесь нужно быть аккуратно с кошельками. Следить за личными вещичками. Есть у тебя мелочь? Хорошо поет дяденька. Хорошо поет, дяденька. Вот это все бездомные люди сидят. Просто вот тусуются здесь. А что им еще делать? Вот есть кто так вот переписывает книги. Би-би-боб. Слушай, а может быть, надо было в тот Бабл сходить, пока там недалеко были. Боба. Боба. Боба тайм. Ага. Или здесь сейчас загуглим, посмотрим, где может здесь тоже... Я хочу пополняй, встречаю уже. Или ты хочешь? Нет, ты ж знаешь, я такое не люблю. А Беляна тебе предлагала. А вот магазин Apple. Да. Работает. Ну, видишь, туда попасть надо. И температуру мерит, и очередь. Что это, типа? Билл и Нэнсимон. А, ну, скорее всего, они бабок дали. Книги. С конфетами. У Ангелины есть такая фигурка. Она пробовала многие из этих конфет. Какая огромная бабок дали. Нэнс. Да, это вот желейные эти медведи. Гамми-бэр. Но они вот большие. Видите, какие большие? И вот желейки. Слушай, классные, да? Леденцы. Тоже огромные. Ну да, Ангелин тоже их любит. Мужчины, греху, нереда. Лол. Лол? Да. Большие какие-то шары, Лол. Вот и они. Самые кислые конфеты на свете. Не знаю, на свете ли это? Мороженое. Кискат пламбир, короче. Айс Крым. А вот эти, смотри, японские. Мочи. Но это не мочи, это вот мочи. Мочи, да, мочи. Манго мочи. А это мелон мочи. Дыня. Стробари мочи. А это личи гами кэнди. Арбузы. Ну, короче, японские какие-то тут сладости. А вот авокадо. А вот яйца. Секс-фит, точно не забывай. Это для записи листочки. Палочку мою зачитать. Гарри Поттер? Да. Оно и имбирное пиво вон есть. Ну, короче, здесь по отсекам. Японская. Ну, сливочная. Вот, смотри, слизеринский значок. Значок. Лягушки вон шоколадные. Ну, короче, тут по отсекам, по темам. Есть и Гарри Поттер, и Япония, и Лол. Конфетные трусы и лифчик. Ну, как сказать, а трамп вон. Да, есть много неприличного. Ангелина быстренько прошла это все. Это сухие завтраки. 20 долларов стоит. Ужас. В два раза дороже, чем в обычных магазинах. Букетики из мармелада. А это Орево. Что это? Сколько он стоит? Мне просто интересно сравнить с Амазон. Везде есть цены. Вот, 12 долларов. Ого, а на Амазоне бы он стоил или 20, или нет. Ну, возьми, пойдем. Пойдем, возьмем? Нет, нет. Смотрите, во всех магазинах есть вот такие станции. Санитайзеры. То есть, перчатки. Бумажки, полотенчики. Обрабатывать ручки санитайзера. Вот мороженое. Короче, мы что-то тут пришли. Брейк-данс какой-то начинается. Смотрите, девчоночки. А вон умные ребятки. Креслица повернули и сели. Они были свободные, когда мы пришли. Видишь, вон разноцветные. Смотрите. Ой, спасибо. Девчонки экстравагантные, в каких-то сетках. Смотрите, какой костюм. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Доска для серфинга, какая модная Цветочная Так-так-так Пойдемте Как давно мы не были в H&M И тут он открыт Божечки Не верится своим глазам Сейчас посмотрим еще что есть Может вообще ничего Короче в H&M мы ничего не купили Леш Мальчики нас на улицу взяли Посмотрите, вот здесь жилые помещения Будем голосовать сейчас Вангелина вышла На конкурс на видео На деньги На деньги, да? На деньги, да? не знаю, салон Тесла через дорогу здесь магазин Найки по-американски травой пахнет как обычно машинки вам поснимаем смотрите, какие модные девчонки мама с дочкой дочке волосы покрашены уже Майкл Корс бутик здесь ну да Луи Бетон есть и в кактусы не воткнуться самое главное и Юникло есть пойдемте спать Класс Тихони ну да, это Бломинг Дэйлс слышишь? Слышишь? Энула Холм что? Энула Холм сегодня вчера фильм смотрела Боже мой счастливый ребенок прыгает, прыгает слышишь, Ангелеш но это же в Юникло вот такая вот такая большая очередь ты куда? Юникло вот этот отдел стоять? да такой торговый центр под открытым небом почему бы и нет тем более в Лос-Анджелесе в магазине тоже все к Хэллоуину готово ну короче мы идем в Дайнинг Дэк как это в типа фудкорт да, по-русски фудкорт ничего нормального не нашли классно так на улице сидеть о, даже музей есть детский чизкейк фэктори здесь есть известная сеть кафешек кстати написано что у них зал работает тоже сейчас так что там классная атмосферка ресторанчик нет в общем такие простенькие ювелирки типа Пандоры Сваровские ну и Тиффани здесь есть тоже ну и не простенькие Роликс вот есть на пирс сейчас идем да Луис Виттон смотрите какая красивая витрина вот все движутся в сторону пирса Санта-Моника вот этот парень уже нам третий раз встречается на дороге здесь отель рядом Макдоналдс который здесь вообще не пользуется спросом вот какое средство передвижения забавное вот паркинг есть улица колорадо в честь штатов здесь названа улица стоим ждем зеленый штатюр стоит на красный он не на красный стоит а в трусах в черном не то я говорю там вон в трусах еще один стоит зелененький включайся эту вывеску я уже миллион раз снимала но правда мы все время здесь на машине проезжали и сейчас мы идем пешком название улицы у меня такое ощущение что закат уже прошел солнца нет господи тут шарманка какая-то полиция патрулирует заката еще не было что это они шарчерствуют ой классно как лялечка маму уже нарисовали классно красивые тоже хендмейт открыточки ух тыс сколько машин на паркинге на паркинге мы сейчас идем по трассе 66 там будет на пирсе знак окончания этой трассы было построено в 1926 году и проходило через многие штаты Америки в общем это главная улица Америки мать дорог год она была без дорожных знаков еще год без асфальта но с нее все началось третье много сувениров продают знаков со шоссе наши дети хотели что-то перекусить но мы до сих пор так ничего и не нашли в Сабвее я их отговорила есть в Макдональдс они сами не хотят в Макдональдс? нет вот видите вот знак этот такой пляж волны большие и очень-очень большой пирс на нем тут и рестораны и парк развлечений аттракционы колесо обозрения большое американские горки чайки летают прям близко девочка гоняет в России голуби а здесь чайки добавк дурак на сих пор в Суббик и трат подбираем раппи и пьё Нужно взять у них интервью, чтобы это понять. Это даунтаун Санта-Моника. Это пляж. Горы там в дымке. И океан. По ту сторону пирса тоже красивый пляж. Мы чаще с той стороны. Там спортивных снарядов много, качелей много. Масл Бич. Пляж культуристов, типа, спортсменов. Это папарацци. Так много людей купается. Интересно, как вода. К воде никто идти не хочет. Красиво, да? Волны, волны, океан, чайки и закат. Смотрите, какой цвет неба и цвет воды красивый. Чайки здесь, конечно, безумные летают. Прям вот. Вот. Смотрите, как они близко. То есть, прям над головой. Вот люди к закату подготовились. Одеяло, пицца. Я дышу морским воздухом. А некоторые в масках. Ангелин? Ангелин? Все, уже темнеет начинает. На пирсе всегда полиция дежурит. Несколько машин. Смотрите, какой красивый закат. Все-таки мы успели. Я иду к океану. Не знаю, сколько я буду вот так аккуратненько идти, чтобы мне не насыпался песок в ботинке. Но я постараюсь. Смотрите, какой огромный пирс. Это не самое его начало. И вот он. Вот такая протяженность до океана. Спасательные будки знаменитые, американские. Здесь, кстати, прохладно. Мы взяли кофты. И не зря. У воды прям градусов на 15 холоднее, чем в городе. Пока накинула кофточку, ну прям холодно. Прям мурашки. Привет! Помашите ручкой! Вот как можно так сильно не любить сниматься? Дошла я до океанчика. Сейчас потрогаем водичку. Воздух здесь, конечно, вообще волшебный. Просто. Такой вкусный. Вон, кто-то прям в одежде. Не знаю, что они потом будут делать. Вон, кто-то прям в одежде. Вот люди наплавались, отмываются от океанской водички, споласкиваются. Это очередь. Все имени стоят, поэтому кажется, что нет социальной дистанции. На самом деле есть. Ну, на пирсе, конечно, все в толкучку. Все, иду к своим. Тут немножко грязно. Мне кажется, пляжам это свойственно. Как ни убирайся, все равно найдется тот, кто кинет. Ну и, в принципе, песок везде. Создает ощущение грязи. Смотрите, открыточки какие. Кто-нибудь хочет открытку? Пишите в комментарии. Вышли. Вот, главная улица Америки. Вот как раз о чем я и говорила. Вот. Лос-Анджелес. Чикаго. Миссури. Канзас. Оклахома. Техас. Нью-Мексико. Аризона. То есть, пересекала все штаты эта улица. В далеком 1926 году. Вот. Последняя остановка. К вечеру немножко здесь атмосфера начинает меняться. Включают все огонечки. Выглядит все по-вечернему. Смотрите, какой красивый-красивый закат. Мы сегодня застали. Пришли пораньше. Почти целый час стояли, наслаждались, любовались. Вот эти наглые чайки. Вон, смотрите, какая она. Смотрите, такие плакаты. А вы уже познакомимся с ними? Я пока ходила к океану. Да. Они познакомились уже тут с парочкой из Алабамы. С Алабамы. Они просто уходили, что они сказали. Вот, не знаю, вот, что у нас там. О, Россия! Я не стою. О, Россия! Эту красоту можно снимать бесконечно. Я не знаю, я не могу насмотреться. Налюбоваться, не знаю, снимать хочется. Кажется, что другим тоже понравится. Но я не знаю, понравится или нет. О, Россия! О, Россия! О. Россия! О, Россия! Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, мои как договорились, как будто вы одели себе в бело-голубое, хотя это совершенная случайность. Вот такие ресторанчики внутри, атмосферные кафешечки. Ну, тут знаете, что креветки, рыба, бургеры, картошка фри. В основном такое все неприхотливое, американское, но здесь все это любят очень. Владюш, кепку хочешь? Кепку? Нет. За чем? Ну, у тебя кепки нет? Есть кепка. Вот, смотрите, си-фуд, пицца, бургеры. То есть, такая простенькая еда, но здесь люди так и едят. Даже в ресторанах здесь подают бургеры, картошку фри, сэндвичи какие-то. Не проблема. Довольно? Да. Очень даже. Никто не хотел со мной ехать на прогулку, кроме Леши. Детей еле уговорила. Ну, погуляли, подышали морским воздухом. Это очень хорошо и полезно. Прошлись. Мы, на самом деле, не были вот в даунтауне Санта-Монике, хотя сто раз были в Санта-Монике здесь на пляже. Все, вечереет. Движуха начинается. Митинги. Реально митинг. Пойдемте быстрее. Слушайте, полиция наготове. Какое-то велосипедное шествие. Слушайте, тут какой-то беспредел. На красный велосипедисты начали идти, перекрыли дорогу машинам. И теперь и пешеходы пошли. Полиция все равно. Перекрыли полностью вообще все движение. Машины встали. Полиция стоит. Но полиция боится даже дергаться лишний раз. Вот, смотрите, он там ходит, что-то указывает. Пойдемте отсюда быстрее. Снимает, специально провоцирует движуху. Все, мы оттуда вырвались. Слава богу. Все, мы ушли от этой движухи. Спокойненьким это местечко не назовешь. Но все-таки здесь нет беспорядков. Ну, правда, вот такая толпа. Они, может быть, там все и мирные. Но какой-нибудь один идиот найдется и начинает кричать. Ну, смотрите, уже здесь улицу перекрыли. Потому что им надо, чтобы они как-то рассосались. Она что, стоит дерево держит? Тут какое-то велосипедное движение, видно, организовано. Потому что с детьми едут и все. Может, какой-то марафон, может, будет. Ну, просто что там, вот я и говорю, они под шумок начинают провоцировать полицию. И снимать это тут же начинают. Хотя все стоят тихо, спокойно. Нам переходить еще надо. Да. Да. Нет, нет, рука горит же. Полиция не заходила. Полицейских машин в городе. Особенно к вечеру. Ресторанчики. Здесь отель я вам уже показывала. Тоже здесь вот отели, рестораны. Вечерняя атмосфера курортов. Когда приезжаем, да, куда-то вот отдыхать. Вечером выходишь, днем идешь на море, вечером выходишь куда-то прогуляться, в какой-то бар или в кафе. Всегда такая атмосфера. Воздух теплый. А с этой стороны магазинчики. А с этой стороны магазинчики. Что-то здесь темнело и все затихло. Все переместились на Венис. Не знаю. Тут такая движуха была, мы туда шли. Не всегда всем хорошо здесь. Или точнее, наоборот, всегда всем хорошо. Но всем по-разному. Какого-то хорошо нормально, а какого-то хорошо ненормально. Ну, для представления нормальных людей нормальность разная тоже бывает. Гуляем, гуляем. В Эппл, кстати, не такая большая очередь, как была во время такой сильной пандемии. Не, можно было по записи попасть как-то, но там тоже были прям очереди. 32 миллиона человек, да, заболевших во всем мире. 7 миллионов из них в Америке. Чего? О, здесь. Играет музыка. В кафешках везде очереди большие. Дети хотели перекусить, но здесь очень-очень долго ждать надо. Смотрите, очки какие у него. Ой, Виктория Сикрет здесь есть. Ну, извините, девчонки, зайти некогда. Хотя приглашают, даже очереди нет. Сколько народу и люди стоят в ожидании еще. Хотя есть свободный столик, но почему-то не сажают. Наши сладенькие в обнимочку идут детки. Смотрите, здесь какая милота. Классные дизайны. Ой, а смотрите, какая милота. Классные дизайны. Парчик Тут чисто прям вот такой алкогольный Вина выпить В парковке Плохо видно Все, уезжаем домой Мы нагулялись, как будто полдня просто гуляли Нелегко быть туристами, в общем А ты думаешь, мы не знали? Да Сейчас всего лишь 7 вечера Но нам кажется, что уже как будто часов 12 Нужно срочно ехать, ложиться спать Дети все еще голодные Мы же их так и не покормили Потому что там, где мы были Это невозможно сделать Поэтому мы сейчас поехали В In-N-Out бургер Никто не против Перекусить Фастфудом вечером Но тем более таким вкусным У нас какая красивая улочка впереди Полиция, полиция Как все приходит вечером В итоге набрали бургера Смотрим, бургер Где бургеры есть? Да А, с котлетой сейчас нормально Проверяют заказ Заказали один бургер без овощей для Владика И они думали, что положат только вообще Булку и соус Без котлеты Все, пришли домой Сейчас будут ужинать Бургерами Мои любимки Вон, зашуршали пакетиками Всем пока-пока